Растяжка Ускоряет метаболизм в организме, соответственно происходит сжигание лишних калорий гораздо быстрее Также стретчинг очень важен для тех, кто занимается спортом, для тех, кто занимается силовыми упражнениями Прежде чем приступить к растягиванию мышц, необходимо обязательно разогреться Самый оптимальный вариант – 10 минут интенсивных упражнений Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Кстати, ни в коем случае не пытайтесь дома самостоятельно под чутким руководством интернета быстро сесть на шпагат Это дело тонкое и требует как времени, так и помощи квалифицированного специалиста Тут надо смотреть на возможность человека, у кого-то есть природная гибкость, у кого-то ее нет Кто-то ее хочет развить, ее своим усердием ее может развить, сложно сказать Ориентировочно всегда вообще любой эффект – это примерно год Минимум должен пройти год после того, когда уже пойдет результат, когда уже мышцы будут чувствовать себя более раскованно, мягко Первые полгода они просто зажат У стретчинга нет ограничений по возрасту и могут заниматься как малыши, так и взрослые Самое главное – это чувствовать свой организм, свое тело Ни в коем случае нельзя делать рывками Все должно быть плавно, спокойно и по ощущениям Вы должны контролировать себя и свое тело Если вы испытываете какой-то дискомфорт, если вам больно, лучше вообще прекратить делать то упражнение Либо подняться чуть выше и делать на том уровне, когда вы испытываете минимальное болевое ощущение Важно правильно дышать Если вы дышите, вы делаете вдох и на выдохе старайтесь расслабить свои мышцы И помните, лучше тянуться меньше, чем слишком сильно В растягиваемых мышцах должно возникать лишь легкое напряжение Виктория Ходосок, Сергей Курков и студия «Хорошего настроения» желают вам крепкого здоровья и долгих лет жизни